Привет, мои хорошие! Мы начинаем с вами новый влог, набираем новый влог. Что интересного могу вам сказать сейчас? Мы собираемся ехать к любимому папочке, к любимому мужу. У нас не будет недельку, но для вас видео я подготовила, вы будете смотреть. Я вообще должна сейчас сидеть дома и монтировать, 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 потому что мне нужно по два видео в день монтировать, чтобы вам их хотя бы через день как-то выложить, чтобы вы не скучали без меня. Новости такие, что скоро должна прийти моя кнопка серебряная. Возможно, она уже даже в России должна быть, кнопочка моя, и я сниму, а не отдельное видео вообще. Потом, сейчас я иду показывать квартиру. Кстати, я вам могу показать сейчас квартиру свою, как я в ней все убрала сейчас, да, ничего нету. И вот, кто скучал, немножко напомню о квартире. Мы с ней начинали наше видео, она была очень уютненькая. Я даже, на самом деле, смотрю, возвращаюсь, старые видео смотрю. Конечно, я там все так вот прям мило-мило обустроила такие и украшала все на Новый год. Так все очень мило, классненько было. Вот, сейчас, конечно, я ее продаю и подумываю о новой квартире. А, еще сегодня посылочка мне должна прийти. С магазина Топ Топ заказывала. Я заказала себе платье. Блин, только я переживаю, что, по-моему, платье я заказала такое же, как у моей подруги. Я, на самом деле, его когда увидела на сайте, думаю, гля, мне тоже так хочется. Когда я ехала в Москву к Любашке, мы с Кристиной шли к ней, и она идет к нам навстречу с малым и в таком платье. Оно развивается, оно какое-то черное, по-моему, было, в цветочке. И мне так понравилось. Оказывается, это вообще трендовое, трендовое такое платье. Я его решила заказать себе. Оно темно-синее, с цветами. И мне кажется, что у Любы прям такое же. Но у нее еще, по-моему, и светлое такое есть. Мне, видимо, на ней понравилось оно очень. Я решила себе такое же взять. Еще заказала себе классный трендовый свитер. Крупные вязки, шапку и классные сережки на топ-топ. Сегодня я хочу забрать эту посылочку и вам показать. Ну что, готовы? Соскучились? Вот. Ничего здесь не осталось. Ну, я, конечно, оставляю стиралку, холодильник новым жильцам. Это я еще не доклеила. Но, кстати, эти штуки я тоже оставляю жильцам. Панели. На всю кухню их хватит обклеить вообще полностью все. Вот. Тут ничего нет. Все чисто. Банночка. Рум-тур по старой квартире, да, называется? Вот она, она моя хорошая. Сколько всего здесь было, да? Она такая уютная, блин. Мне так хочется, чтобы она хорошим людям досталась. Какой-нибудь девочке, например. Или можно паре. Молодой еще, который учится, может быть. Вот так. Врубала, я помню, здесь этот виноградник. Потому что летом пчелы летали. Вот оно опять, видите. Привет. Опять все расцвело. Ну что, пришли, посмотрели квартирку. Прям даже вот прям мужчина, который ходил, смотрел. Мужчина с женщиной приехали. И он такой, ой, прям здесь так клево, так классно. Ну, мне нравится, когда так реагирует. Это же все-таки мое детище. Ладно, все, надо ехать за посылкой. Я получила свою посылочку. И скорее я сейчас мчу домой. Хочу все померить. Вообще посылочку должен был доставить с курьер. Но так как я уезжаю, я решила поехать сама сюда. В принципе, быстро нашла. Отправка в Боксбери очень удобная и быстро. Решила быстрее сама забрать, потому что мне не терпится. А потом она будет здесь неделю пылиться, пока я уеду. Так что мчим. Ну что, я прискакала домой. Как можно быстрее. И скорее хочу с вами распаковать. Это так, встреча с подругами. Что-то интересненькое тут пишут. Это мы потом почитаем. Дальше. Топ-топ. Это все у меня тут с ценами. Все пришло вот. Что почем. Так. Что это? Это шапочка пришла. Сейчас я все это достану. Померю. И вам покажу, как смотрится. Это платье самое. Мои сережки. Вообще крутые, да? И мой супер модный. Смотрите, какой красивый цвет. Свитер. Все. Сейчас я это все надену. Померю. Покажу вам. Итак. Просто нереально крутой свитер. С невероятным цветом. Красным. Кстати, большинство покупок это хиты продаж. Крой оверсайз. Рукава с заниженной линией плеч. Рукава можно оставить спущенными. Также можно закатить. Закатанными рукавами какой-то новый образ прям получается. Крупные вязки в рубчик. Пряжа из стопроцентного акрила. В общем, мне очень нравится. Я вообще люблю вещи одного размера. И еще и оверсайз. Мое. Шапка Бини. Как ее называют. Это любимый аксессуар многих звезд. Универсальный цвет. Чернильный. Мне очень понравился. Такого цвета у меня еще нет. Я решила ее приобрести. Простая в уходе. Ничего лишнего. Износостойкий трикотаж. Серьги. Это мой любимый аксессуар. Обожаю крупные серьги. Особенно если они легкие. Эти серьги полностью подходят под мои запросы. Матовый металл. Застежки пусеты. Акцентные вставки из черно-белого мраморного принта. Платье. Хоть я и не ношу платье, но это платье мне очень понравилось. Принт с цветами и птицами. Фасон на запах. Приталенный крой. V-образный вырез. Объемные рукава с манжетами на пуговицах. Юбка-трапеция. Оборка вдоль подола. Мне кажется, это платье делает меня реально очень женственной. И так хочется прям лететь и стать такой нежной. У нас с магазином Топ Топ для вас прекрасная новость. Мы решили разыграть вот этот офигенный свитер. Я считаю, что он супермодный, крутой. Я его вообще просто уже обожаю и хочу, чтобы кого-нибудь он грел этой зимой и осенью. И весной. И вообще всегда. И будет напоминать обо мне. И о супермагазине. Значит, условия конкурса очень просты. Поставить лайк этому видео. Подписаться на канал Топ Топ. И в комментариях написать «Участвую». Сроки проведения конкурса и подробные условия будут под видео в инфобоксе. Обязательно проходите вниз. Ну что, сегодня я для себя выбрала необычный образ. Я решила одеть юбку. Юбку серую и бадфорды. Мне кажется, очень клёво. Прям вообще ничего такого лишнего. Прям хочется вам показать в полный рост. Но я не знаю, как мне это удастся сделать или не удастся. Сейчас покажу. Нет со мной видео-монтажёра, фото-монтажёра. Мне кажется, очень даже. Выбрала сегодня миленькие серёжечки. Громоздкие сегодня не хотелось. Они для более такого образа. Вот. Самое интересное, что в этом образе я не чувствую себя, знаете, как будто я прям вырядилась такая и должна как-то соответствующе себя вести. Как знаете, иногда бывает, оденешь что-нибудь. Вот как, например, платье оденешь, да, и сразу такая раз и идёшь. А здесь нет. Я всё равно расслаблена, потому что у бадфорд ровная подошва. Кстати, на сайте Топ-Топ очень много разных бадфорд. Эти я покупала в другом месте, где уже их в наличии нет. Меня очень много спрашивают. Но я обратила внимание, что в Топ-Топ очень много бадфорд есть. И вообще много обуви. Так что сегодня я такая красивая. Наверное, я так поеду к любимому. Мне нравится. Надо будет ещё к нему укладочку только сделать. Накраситься. Слушайте, проходила целый день вот на этой юбке. И она даже не задирается. Представляете, у меня с ней вообще никаких проблем не было. Кстати, взяла из своего магазина куртку себе чёрную. Всё-таки так она мне нравится, чёрная. Так что буду в чёрной ходить. Чёрная должна быть. Смотри, Денька, с маминым рюкзаком. Да я вижу. Тебя не жмёт, День? Нет. Не жмёт? Иди сюда, зайка. Иди, котик. Учимся ходить с рюкзаком. Мама говорит, что я тебе слишком тепло одета. Вот так ракурс получше-то будет. Да, лишняя куртка, да? Скажи, она даже не садится. Снимайте. Снимайте мне куртку. На детей рёт. Если там детские волосы. Бывают родители истинические волосы. Что ты говоришь? Да. А чем по дороге идём, глядь? Тротуарчик прекрасный. Ну, по дороге дорога шире. Смотрите, чем хороша вот эта куртка. Которая продаётся в моём магазине. Да. И на самом деле их немного. Размерный ряд, и они все в единственном экземпляре. Больше заказывать не буду. Не планирую, во всяком случае. Чё хотела сказать? А, мама мне сказала, на улице так тепло, шапку одевать не надо. На улице 19 градусов сейчас. Это прям точно, в тени. Но на улице ветер. И я немножко простывшая. Ветер 4 метра в секунду. Это небольшой ветер. Ну, а я чувствую... Да вы идёте на дороге, блин, я не могу. А чё ты не можешь? Когда машина ездит, ходи по дороге. Они же не ездят как на трассе. Ну, я его вот катаю по тротуару. Короче говоря, чувствую, у меня уши задувают. А у меня не задувает ничего. Я взяла, смотрите, высокая вот так вот. Раз, всё сделала. И класс. А у меня ничего не задувает. И ещё что классно, как-то мне Кристина сказала, что говорит, я не люблю высокий ворот, потому что пачкается здесь тонаком всё. А здесь такой материал, влажной салфеткой протёр, и не надо это стирать. Сумочку я теперь твоё делаю. Как тебе, кстати, сумочка? Прикольненько. Удобненько? Удобненько. У нас супер. Модняха. Ты в тренде, мам. Я в тренде. И чё ты тут делаешь? А у кого такое лицо замолы, соленое, всё? Всё в йогурте. Иди, у кого лицо такое? Вася, отлите, пожалуйста, на него. Отойдите. Пока же всё вычистил там. Всё съел. Ничего не оставил, да? Наелся? Ну, так мы болтаем. Ну, всё, мам, забирай туда. Покажи, где твоя еда лежит вся. Покажи. Где твоя еда, вкусная еда? Покажи. Вот она. Ух ты, сколько тут всего. Чё это у тебя тут? Да, у нас есть вот такой яшечек. Да, Дэль? Да, скажи. Я люблю сюда залазить, когда я что-нибудь хочу есть. И маме показываю. На всякий случай всегда лежат вот такие вот у нас. Прямо здесь, видите, всё там и картошечка, и зеленушечка. Ну, крупно, то есть не мелко. На всякий случай лежит, если вдруг что-то не успели приготовить, или горячее он очень хочет есть, то, пожалуйста. И не всегда, на самом деле, он ест ещё то, что мы приготовим. А вот эти вот всегда всё ест. Тут и рыба, и вообще столько разносолов, которых мы даже не готовим. Кашки всегда есть. Это куда-то с собой взять. Это ещё я люблю, чтобы было с запасом. Это даже половина запаса. Обычно вот так вот ты пьёшь, да? Ты чё рот грязный? У кого грязный? Кто-то йогурт поел? Компотики мы вот такие очень любим. Бабушка иногда готовит нам компот, делает. Мы как бы любим, но в то же время покупаем, чтобы что-то было вкусненькое. Вот такой чай, он не пьёт, например, растворимый. Он вообще идёт с пяти месяцев, а он не пьёт. Чё ещё? Ну, понятное дело, вот эти штутки всегда есть. Побаловки, фруктошки. И чё ты убежал? Чё взял? Чё ты взял и убежал? А ну-ка, посмотрим. А, это одноразовая каша гречневая. Давно лежит, кстати. Так не давала. Перед отъездом немного простываю. У меня заложен нос уже 2-3 дня. Я постоянно пшикаю. То есть какое-то время я не могу прям всё вообще, мне прям как будто сузится. Мне как интересно, что происходит внутри, надо в интернете поискать. Всё прям сужается, я прям вообще не могу носом дышать. Вроде бы как дышу, но очень так трудно, что хочется и ртом подышать. И в итоге пшикаю, блин. И сейчас вот я себя чувствую как-то ветер, вот этот вообще. Мне стоит в ветер выйти, и всё. Как-то вот горло это. Сейчас буду пить лекарства, блин, все. Мой иммунитет уже не справляется. Если вот так сейчас запущу, то он начнёт бракаться. Я себя пичкаю всякими лекарствами. А малого нет. Малого иммунитет сам справляется. Я, кстати, ноготочки себе сделала. Красные. Под красный свитер, да. Будет очень красиво. Я вообще решила очень такая вся прийти нарядная. К любимому. Ну что, мои хорошие, мы успешно забыли карту памяти дома. Так как я готовила для вас видео разное. Поэтому я снимаю немножечко на телефон. Много снимать не буду, потому что здесь памяти очень много. То есть мало. Дэн. Ну, на втором этаже едем, потому что брали в последний момент билеты. И не было у нас возможности взять внизу. И тогда. В общем, кайфу. Я больная. Поехала вообще. Болею. Я теперь переживаю, чтобы Дэнечка не заболел. Да, Зан? Хотела без соски. Уже дома мы так без сосочки хорошо. И засыпаем, и все. А здесь прям стресс. И без соски никуда. Капризничать. Прячет под подушку. Че-то. Клад. Ладно, уже выйдем, когда свяжусь с вами. Снова выйду на связь. Ну, штру. Ну, штру. Травма номер раз в поездке. Травма номер раз в поездке. Да, сиганул на меня. Прям кусок мяса, мне кажется, висит. Мы без этого не можем. Я надеюсь, просто я целая доеду. Туда и обратно. Но мне страшно с ним. Дэнни, с тобой страшно ездить. Страшно с тобой ездить. Ты маму целую оставишь? Ты маму расчесывай. Вот так вот, чтобы мама красива была. Только ты не той стороной держишь. Ты хочешь, чтобы мама красивая была? Так старательно. Ой, зайка, да. Вот так вот. Девочки, так это вообще приятно Блин, я забыла камеру И теперь так неудобно Смотреть надо вот сюда А я смотрю на себя и получается мои глаза Ай А больно-то зачем делать маме Мне, кстати, видели еще одна травма Вот, это Данька Поцарапал меня Да Царапунтик В общем, все у нас хорошо Доброе утро, мои хорошие Так же непривычно, блин, снимать на телефон Невозможно, блин, я безумно распечалена Что я забыла свою камеру И мне приходится снимать на телефон Хочется на себя смотреть, но я смотрю, что Прям явно, что я не в камеру смотрю Мы с малышом на вокзале Зайка, ну что ты кашляешь? Мы держимся Наша простуда держится, в общем, на грани Чего, Зайка? Хочешь, чтоб я тебя поснимала побольше? В любимом кафе своем сижу Называется Я уже говорила Говорю тихо, не знаю, почему я говорю тихо Утром, мне кажется, все стоят Блин, забыла тот кафе называть И названия нигде нет Кофейня, короче Нравится мне здесь одна Вот, взяла себе кофе, латте Такой вкусный кафе Всегда у них очень вкусный Эт, Нюра, не только хлебушек вам, пожалуйста Хлеб на вес золота Смотри, какую красивую мне яичницу принесли Я на самом деле не люблю яичницу Не люблю яйца Особо Ну, иногда утречком прям вот как с овощами кафе Масочка моя Скажи, соса вообще незаменимая вещь, да, в поездке? Скажи, я брошу, обещаю Только побольше, как приедем, да? Ты мой сладкий Ты мой зайка Ну что, мои хорошие Мы удачно Удачно-неудачно взяли билеты Оказывается, у меня последний билет был на 5 число 12 месяца Я подошла к вагону Начала там разбираться, нервничать В общем, в последний момент увидели, что у меня 12 число В общем, я его потом поменяю Сижу сейчас на вокзале и думаю, что же мне делать Думала полететь на самолете Но ценный космос просто там на сегодня То есть на завтра можно было бы остаться Завтра полететь Но мне не хочется оставаться Я уже настроилась, что я буду дома 6 числа В итоге взяла на 2 часа позже Мы должны были в 8.22 Уехать я взяла на 10.42 Двумя часами позже И будем мы вместо 11 часов Должна я быть в 11 часов вечера дома Буду в 2 часа ночи Хорошо волшебная мама нас встретит Сейчас мы с Денией потусуемся час-полтора И поедем на наш... Пойдем на наш поезд злосчастный И это уже будет, по-моему, не фирменный поезд Проходящий в Анапу И это, короче, не кайф Потому что там может быть не очень комфортно Ну посмотрим В общем, вот такие дела В общем, на самом деле я расстроилась до слез Когда получилось, что перепутала месяц Не знаю, как это случилось Перепутала И первое, что мне пришло в голову Это просто сесть в зал ожидания И потупить, что же делать дальше В общем, билеты куплены Чего ты знаешь Ну все, ругается, что я его не снимаю В общем, билеты куплены Взяла себе какао, по-моему, что кофе уже выпила с утра Не хочу, чтобы башка трещала В общем, дорога длинная, тяжелая И еще места Там-то у меня места были нижние И когда ты целый день едешь, то комфортно в нижнем Еще и купе А сейчас я взяла купе верхнее Но спать-то там удобно наверху А вот малышу Гулять, сидеть вообще внизу Не знаю, ну, конечно, разные люди бывают Бывает, что нам прям уступают место Садитесь там вам, чтобы поудобнее было Интересно, с кем мы поедем Вагоны все забитые Вот, поэтому Я чувствую тяжелая Тяжелая Дорога ждет Я настраиваюсь на поезд Ну что, мои крошки Сели мы на поезд В общем-то, который весить с чем-то шел Взяли купешку с питанием Фирменный хороший поезд У нас хорошие соседки Одной 82 года Другой 60 Очень такие интересные женщины Как девчонки Болтаем Ну, прям интересно, если честно У нас трое получается Ну, взрослых Взрослых одного человека нет наверху Мы наверху взяли, потому что это были последние места наверху Мне всегда хочется вас Вам показывать разные локации, где я нахожусь Поэтому я то вот так Сейчас малышу снова уже Я уже собрала все чемоданы В 2 часа ночи нас встретить должна мама Я безумно хочу домой Все-таки с поездочки устала немного Ну, а так все хорошо Очень непривычно снимать на телефон Прям просто невозможно мне смотреть прям в дырочку, а не на себя Вот так на себя Вот так удобнее Ладно, пойду ложиться спать Наверное, немного посплю Потому что сейчас 10 часов Одиннадцать, двенадцать, час, два, четыре часа Осталось четыре Подумала, что вам будет интересно посмотреть на меня Как я выгляделу в 2 часа ночи в тамбуре Денька расстроилась, потому что бабушка пошла оплачивать парковку А я ей скажу, что не могу без бабушки, да? Я так бабушку люблю Сейчас бабушка придет Вот она уже Уже все Все, едем домой спать Что, мама, оплатила? Не плачу Ну-ка вошла, он заплакал Пойдемте, пойдемте, пойдемте Не надо платить Все, бабушка, зюсь Вот мы и в родном лифте Мама красавая Денька не спит нифига Конечно, бабулечка тут Как тут еще? Короче, сейчас придем Все, бросим Разденемся и чисто пойдем спать Мама, как всегда, наделала оливье, борщика Праздник В общем, а, я сейчас первым делом камеру поменяю Ну, не сегодня, завтра уже Силок нет Ура, мы дома Все, мы приехали домой В 2 часа ночи Денька что-то раскапризничался Я шучу с мамой Говорю, ему, наверное, приснилось, что он дома И не поверил своему сну Заскучился Успокоила его Что такое, заяц? Что случилось? Иди сюда, поздоровайся Скажешь привет девочкам? Короче, бегает наиграться Никак на игрушечки свои не может С утра включил телевизор Покушал Бабушка рядом Короче, все блага Ой, мы съездили хорошо Единственное, что я забыла Камеру И, наконец-таки, моя любимая камера Со мной теперь Наконец-таки, моя любимая кофе Наконец-таки, моя любимая кофе Куча вкусной еды Дома бабушка приготовила Сейчас мы, в общем, решила его в сад В первый же день не везти Пусть дома адаптируется немножко И мы еще к врачу сходим Пусть посмотрит все У нас что-то аллергия на носике какая-то Не знаю от чего Потому что я только Ну, капала Эм этим Экстра Ты ударился? Давай маму поцелуй Все Все, мама должна поцеловать И все проходит Сейчас я буду монтировать вам это видео В этом видео, как вы помните Ой, слушайте, могу сказать Офигенная шапка Вообще мягкая Она не сильно плотная И не сильно легкая То есть она прям вообще супер Мне кажется, она и на зиму будет И она такая легкая От нее ничего не чешется Прям шапка офигенная Магазина топ-топ, который я взяла Свитер вообще не пожалела, что я взяла Мой любимый оценил Очень красивый свитер Яркий Я прям такая модная вся была Мне очень понравилось И причем он теплый То есть когда было на улице холодно Я его одевала И он меня согревал Потому что я очень Очень легко оделась И как раз таки вот эта куртка Которая у меня черная была Она очень такая Достаточно объемная Что вот этот свитер Он под нее был очень хорошо В общем, напоминаю вам Что мы разыгрываем этот свитер Условия безумно простые Это написать под видео Участвую Поставить лайк этому видео И подписаться на канал Который я Ссылку которого я оставлю под видео Выбирать победителя будем Через три дня Случайным образом И отправим этот безумно крутой Модный стильный свитер Крупной вязки Красный Если кто-то что-то пропустил Обязательно загляните под видео Я там продублирую всю информацию И прям все подробно распишу Магазин Топ Топ Мне очень понравился Поэтому всем модницам Рекомендую заглянуть Все полезные ссылки Я оставлю под видео Итак, девочки Участвуйте в конкурсе Побеждайте Я всем желаю удачи Заканчиваю влог И побегу делать дела И новый влог впереди И новые видосы Готовлю для вас Все Лайк Подписка Целую Люблю Увидимся в следующем видео Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok